Привет, Артём. Как дела? Как съездил? Рассказывай, давай. Серебряный призёр международных соревнований Кубок Содружества. Серебряный и бронзовый призёр первенств и чемпионатов Европы. Чемпион России по сумо. Артём Пуляшкин на этот раз выиграл всероссийский турнир Суматори Кубани в Новороссийске. В своей весовой категории до 92 килограммов ему равных не было. В итоге медаль золотая. Второй трофей того же достоинства, но уже в абсолютной категории достался ему с небольшим трудом. Все три его соперника были намного тяжелее. Разница в весе порой достигала 30 килограммов. Но сам марский мастер японской борьбы, силой воли и хитростью сумел подняться на вершину пьедестала почёта. В абсолютную весовую категорию записываются все спортсмены, кто хочет, разных весов. И один из фаворитов был соревнованием. Я же занимаюсь подзедо выступаю ещё, и борцовская техника очень сильно помогает. И, в принципе, все три поединка, которые я выиграл в абсолютной весовой категории, все завершают с бросками. Симферополь, Краснодар, Самара, Грозный. На турнир Суматори Кубани приехала почти вся элита российского Сумо. И чтобы побеждать на таких соревнованиях, уверена, спортсмену необходим на тренировках постоянный спарринг-партнёр, рассказывает Артём Пуляшкин. Ему помогает становиться чемпионом серебряный призёр первенства страны Евгений Сараев. Серьёзный соперник. Весёлый, всегда на позитиве. Такой именитый у нас спортсмен самарский. Это огромный опыт, заниматься таким человеком. Мы всегда работаем на полную, и друг друга стараемся держать тонусы, не даём расслабляться. Есть определённый вклад, и техника. Опять же, есть своя специфика, когда ты борешься человеком, у которого вес меньше. То есть это и скорость больше, и ловкость, соответственно, и на это надо реагировать и адаптироваться. В полуфинале Пуляшкину пришлось попотеть. Физически он, я думаю, у меня немножко было посильнее, но я поймал его на инерции. То есть он на меня пошёл, я подвернулся, и красивым броском он улетел. Там сколько моментов бывает, что тебя уже довели до линии, казалось бы. Ну вот уже чуть осталось тебя сейчас вытолкан. Тарас выкрутился, как-то его оббежал. Ну, много своих фишек. Завоевать золотую медаль всероссийского турнира Суматори Кубани Пуляшкину помог счастливый случай. Я считаю, вот так на нём висел. И, ну, не мог его не обхватить ничего. Оставался только просто стоять и выжидать, чтобы он меня не сломал. А он прям давил. И я изловчился, и получилось сделать бросок. Вот, может быть, он даже сам этого не ожидал, потому что у него была 100% выигрышная ситуация. И плюс он меня ещё на 20 килограмм весит больше, плюс он физически такой прям здоровый. Ну, я его завалил. Самарские Суматори – народ скромный. Победы отмечают по-спортивному. Здоровый образ жизни в приоритете – куриный шашлык с зелёным чаем и соком. К тренерам ездим, у них ездить в своя дача, обычно там собираемся, да, и уже все победы, поражения. Итог подвести, да, дальнейший план разработать тренировочный. Ну, это основной наш отдых, да, то есть летом. Впереди у чемпиона новый борцовский сезон. Осенью Артём Пуляшкин поедет добывать золото чемпионатов Самарской области и Поволжья. Весной на чемпионат страны. Помогать готовиться к этим испытаниям будет его друг и партнер по тренировкам Евгений Сараев. Здесь нет права на ошибку. Это борьба сапёров, опять же, да, если ты допускаешь ошибку, ты в дальнейшем не сможешь отограться. Здесь многое очень зависит от характера. И даже сами японцы, да, начальники этого вида Сумо, выступают. В первой же у них приоритет идёт эта воля у спортсмена, у борца, а потом ловкость и сила. Сергей Кизоркин, Игорь Казановский, События.